В пятом студии Роман Кирюхин. Здравствуйте. Власти Донецкой Народной Республики вводят на территории региона особый режим самоуправления. 18 октября в ДНР пройдут выборы в местные органы власти. Об этом сегодня заявил глава республики Александр Захарченко. Ради спасения Минских договоров встреч было принято новое решение и издан указ о проведении, согласно Минским договоренностям, 18 октября выборы в органы местного самоуправления. По всем нормам и законам, которые были приняты Конституцией и законами ДНР, предлагаю представителям ОБСЕ участвовать в мониторинге этих выборов, в контроле, в котором они будут происходить, то есть в процессе это контролировать. Приглашаю любые другие международные организации для проведения честных и достойных выборов ДНР. Как подчеркнул Александр Захарченко, киевский режим де-факто вышел из мирного процесса и планируемые поправки в Конституцию Украины только еще одно подтверждение этому. Напомню, накануне президент Порошенко рассказал, что именно изменится в главном законе страны. Там говорится о децентрализации, это одно из главных требований Минских договоренностей, однако в Киеве свой взгляд на этот формат. Порошенко подчеркнул, что никакой самостоятельности у Донбасса не будет, даже местное самоуправление поставят целиком под личный контроль президента. Порошенко заявил, что такие поправки якобы согласованы с представителями Донецкой и Луганской областей, однако представители Новороссии утверждают, что с ними никто даже не консультировался. Между тем, накануне вечером украинские силовики нанесли новые удары по Горловке. Обстрелом подвергся Никитовский район. Как сообщили в мэрии, снаряды попали в три жилых многоквартирных дома, начались пожары. По словам ополчанцев, силы Киевской армии, в частности, мотопехотный батальон, сосредоточены недалеко от Дзержинска и шахты Южная. Именно оттуда и летят снаряды. Всего за прошедшие сутки на территории Донбасса зафиксировано более полусотни нарушений режима прекращения огня. О погибших и пострадавших пока информации нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконной депортации с территории Украины журналистки Первого канала Александры Черепниной. Как отметили представители ведомства, речь идет о незаконном лишении свободы и воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности. Очередными неправомерными действиями Киева возмущены в российском МИД. Дипломаты ждут реакции со стороны ОБСЕ, Евросоюза и США. Как отметил в интернет-блоге уполномоченный по правам человека МИД Константин Долгов, эта выходка украинских властей подтверждает, что они игнорируют обязательства по свободе слова и СМИ. Двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы. Нельзя поощрять безнаказанность атак Киева на законные права журналистов. Александра Черепнина была выслана из Киева накануне. Уже в Москве журналистка рассказала, что сотрудники СБУ дождались ее возле дома, сопроводили в квартиру и заставили собрать вещи. У девушки отобрали телефон и запретили связываться с редакцией и с семьей. Черепнина не выходила на связь несколько часов. Все это время ее незаконно удерживали и допрашивали. Вопрос писался на камеру, их очень интересовало, какие темы велено было мне освещать, какой целью я приехала в Киев, как именно принимались редакционные решения. И мой ответ о том, что единственное редакционное задание, которое я получила, это освещать ситуацию в стране, их не устраивало. Они пытались цепляться к моим словам, чтобы каким-то образом выудить то, что все-таки специально я приехала вести какую-то антиукраинскую деятельность. В итоге Черепнина обвинили в том, что ролик, который она использовала в одном из своих сюжетов, она якобы сняла сама, чтобы очернить Украину. В действительности видео, о котором идет речь, шокировало десятки тысяч пользователей интернета. На кадрах маленькая украинская девочка с ножом в руке демонстрирует нацистское приветствие и призывает уничтожать русских. Мариночка, ты будешь резать русню? Да, я буду резать русню. В интернете можно увидеть уже целую серию подобных роликов с маленькой Марьяной, в том числе на фоне фашистской свастики. Известно, что видео снимал старший брат девочки, Микола Махно, курсант Киевского военного лицея. Он открыто хвалился своими действиями в соцсети, но после того, как попал в поле зрения журналистов, сразу удалил свою страницу. Греция готова согласиться на меры жесткой экономии, предложенной МВФ, но при условии, что долг страны будет реструктурирован, а кредиторы предложат новые перспективы экономического развития. Об этом заявил премьер Ципрос и подтвердил министр финансов Янис Варуфакис. Официальное заявление прозвучало и от директора распорядителя МВФ Кристин Лагард. Она заверила, европейские кредиторы пойдут на уступки, но только если греческие власти одобрят программу реформ. В МВФ даже готовы дождаться итогов референдума, который пройдет 5 июля. Мы уже многое вместе преодолели и многое было сделано самой Греции. В частности, сокращены зарплаты, пенсии. А ведь сделать это непросто. И вот вроде страна стала выходить из кризиса и даже понемногу генерировать излишки. И вдруг снова мы вернулись к отправной точке. В МВФ 189 членов Греции среди них. И она продолжит быть в этом ряду, даже несмотря на то, что не заплатила юнинский долг. МВФ постарается разрешить ее финансовые трудности. Я не хочу лезть в демократические процессы. Я о референдуме. Греки выскажут свое мнение, и это внесет ясность в наше будущее. В свою очередь, премьер страны Алексис Ципрос призывает сказать на референдуме нет МВФ и ЕС. По его мнению, финансовый кризис, к которому сейчас приковано всеобщее внимание, это результат навязанных стране реформ. Ципрос также заявил, угроза исключить греков из еврозоны – это блеф. По словам премьера, референдум никак не касается пребывания Греции в еврозоне. Американская армия должна быть готова к борьбе с ревизионистскими государствами, такими как Россия. Об этом говорится в новой национальной военной стратегии США, которая опубликована на сайте Пентагона. По мнению авторов документа, Россия нарушает международные нормы и подрывает региональную безопасность напрямую и через третьи стороны. И хотя в новой военной доктрине признается, что наша страна вносит большой вклад в борьбу с наркотиками и международным терроризмом, именно с России начинается перечисление врагов Америки. Экстремистская организация «Исламское государство» оказалась только на втором месте. Также досталась Ирану, который, как сказано, представляет стратегические вызовы для международного сообщества, и КНДР. Республику объявили в прямых угрозах соседям. В документе отмечается, что действия Китая добавляют напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако авторы стратегии признают, что ни одна из этих стран, включая Россию, не стремится к прямому военному конфликту с США или их союзниками. Немецкие СМИ опубликовали новые данные о том, как Америка шпионила за своими союзниками. Как следует из документов, обнародованных в Викиликс, Агентство национальной безопасности США на протяжении долгого времени прослушивало не только телефон канцлера Ангела Меркель, но и фиксировало переговоры министров и других высокопоставленных политиков. Сообщается, что американские спецслужбы поставили телефоны на прослушку еще в 90-е. АНБ в первую очередь интересовала экономическая и валютная политика Германии. В последние годы на особом контроле находились все переговоры ЕС по Греции. Власти ФРГ пока никак не прокомментировали этот шпионский скандал. Напомню, несколько дней назад Викиликс обнародовала информацию, что ВНБ собирали данные о крупнейших французских компаниях, следили за руководством Министерства экономики и контролировали заключение сделок Парижа с международными организациями. Прозвучали даже обвинения в промышленном шпионаже и краже секретных технологий. Концепцию нового универсального десантного корабля передали на экспертизу специалистам российского ВМФ. Об этом сообщили сегодня разработчики в кулуарах военно-морского салона в Петербурге. Причем, по их словам, не стоит называть этот универсальный корабль аналогом французского вертолета «Носца». Представитель Крыловского государственного научного центра даже назвал многострадальный «Мистраль» не самым лучшим проектом, который он видел. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Игорь Максименко. Здравствуйте, Игорь. Чему еще военно-морской салон посвятил этот день? Седьмой военно-морской салон в Петербурге откроется через несколько минут. В общем-то, об этом событии только что возвестили российские пилотажные группы, русские стрижи и русские витязи, которые в небе над выставочным комплексом Лен-Экспо весьма впечатляюще продемонстрировали свое мастерство. Это был своеобразный пролог официального открытия военно-морского салона. Итак, что будет происходить? Прежде всего, это демонстрация достижений, последних достижений в военно-морской промышленности. Причем не только готовых серийных образцов, но и перспективных разработок, которые нужно еще будет довести до ума, прежде чем пустить в производство. Тематика салона весьма обширна. Это боевые комплексы управления, система навигации и связи, корабельные энергетические установки, новые материалы и новые технологии. У причальной стенки морского вокзала и в прилегающей акватории уже расположились 39 кораблей военно-морского флота и пограничной службы России. Это новейшие российские корабли. Интерес к ним огромный. Специалисты выстраиваются в очередь для того, чтобы посетить и осмотреть эту новую российскую технику. Но там одни названия чего стоят. Например, корветт-стойкий, десантный корабль «Серна», патрульный катер «Раптор» и хит нынешнего салона, противодиверсионный катер «Грачонок». Я тоже сначала не поверил. Салон работает на нескольких площадках. Один из них располагается под Петербургом. Это один из самых старых российских полигонов «Ржевка». На нем уже началась демонстрация нового стрелкового оружия и корабельных артиллерийских систем. Самое пристальное внимание новой российской корабельной пушки, особенно это пристальное внимание у иностранцев, потому что ничего подобного они еще не видели. Ваше внимание представляется будущее нашего артиллерийского вооружения, надводных кораблей, нашего военно-морского флота, универсально одноорудийная 100-мм артиллерийская установка А-190. С виду данная артиллерийская установка является неказистой, но она изготовлена по новым технологиям «Стелс», являясь невидимой для радиолокационных станций противником. Плюсами можно обозначить ее облегченную массогабаритные характеристики, надежность в исполнении, повышенная эффективность поражения целей. Всего в салоне запланировано 24 мероприятия. Помимо выставок и презентаций, это круглые столы, научно-практические конференции и, конечно же, деловые встречи. Только Рособоронэкспорт анонсировал 40 переговоров с отечественными и зарубежными партнерами. Всего в салоне участвуют 63 официальных делегации из 46 стран мира. Между прочим, есть участники из стран НАТО. Сюда, в Петербург, приехали представители немецких и французских военных концернов. В закрытом режиме салон будет работать до выходных, а в субботу и воскресенье сюда будут пускать всех желающих. И можно не сомневаться, что в очередь на осмотр новой военной техники и для знакомства с достижениями военно-морской промышленности бурт выстраивается не только специалисты. Роман. Спасибо. Ну, конечно, теперь все пойдут посмотреть на противодиверсионный борт «Грачонок». Спасибо, Игорь Максименко. На прямой связи из Ленэкспо. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил участников гуманитарной операции по оказанию помощи Донбассу. Ценные подарки и медали получили более ста спасателей. Это водители и сопровождающие автоколон, которые с риском для жизни привозят в Луганск и Донецк самое необходимое. С августа прошлого года было доставлено 40 тысяч тонн грузов. По словам министра, гуманитарные конвои везут не просто вещи и продукты, они везут надежду. Наша каждодневная кропотливая работа по оказанию помощи и поддержке спасла жизни и здоровье десятков тысяч людей. Очередная колонна с гуманитарной помощью из России отправится в Донбасс 16 июля среди грузов продукты, медикаменты и экипировка для пожарных. В республику Калмыкия приехали представители Общероссийского народного фронта. Они проверяют очистные сооружения Гордовиковска. Местное население давно уже платит по завышенным тарифам, даже не за воду, а за воздух. Проблемы с водоснабжением здесь уже несколько лет. Почему вода не течет под лежачий камень Гордовиковска, выяснил Александр Сиротин. Тут будет здесь бассейн. Когда будут давать воду, мы сюда, значит, на это самое, напустим воды, а потом будем отсюда тягать. Прямо в огороде роете, да? Нет, это ж палисадник. Ветеран труда Юлия Акимовна надеется, что воды будет больше. А пока пожилой женщине приходится уповать только на небеса. Главный источник воды для нее дождь. А вот, посмотрите, полный скат дождевой воды. Вот, вот сейчас мы будем отсюда брать, стирать. Вот. Кухонный кран при попытке пустить в воду, только шипит, раскручивая счетчик потребленной воды. Жидкость здесь дорогое удовольствие. 50 рублей за куб, показывает платежки Юлия Акимовна. Но, чтобы не пропустить редкие подачи, приходится держать кран открытым. А счетчик, как только дали воду, это ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, бежит как, не знаю. За воздух платите? Конечно, за воздух. Воздушно-водяная смесь и та в дефиците Юлии Акимовне с супругом-инвалидом в месяц достается 3-4 куба. Помыться, постирать, полить огород для употребления внутрь только покупная. Поставщик воды, муниципальное предприятие, на своей доске объявлений жителям честно сообщает. Питьевую, по трубам пустить организация не может в принципе. Лицензия на пользование недрами. Здесь чутко написано с целевыми назначениями и видами работ. Добыча технических подземных вод. Только техническая вода. То есть для того, чтобы потреблять ее в питьевых целях, нужно ее очищать. А нигде очистки нет. Есть, парируют чиновники. Только вот с очистными сооружениями надо что-то делать. Цена на воду для горожан напрямую зависит от работ по ее очистке. Местные чиновники рапортуют за предыдущий год через городскую систему водоочищения пропущено около 13,5 тысяч кубических метров воды. Мы решили приехать и посмотреть, как это работает. И вот что увидели. Местные специалисты говорят, что этот объект не работает уже больше 10 лет. Вот в эти цифры верится больше. Я здесь вырос на этой речке. Все мое детство прошло. Когда заступил над ложи, забив все это. Душа болит, но будем что-то делать. Владимир Чурюмов в должности руководителя того самого МУП, что должно поставлять воду, 3 месяца. Когда изучил состояние вверенных объектов, ахнул. Система водоснабжения 1964 года постройки. Износ больше 90%. Недалек тот день, когда трубы вовсе сгниют. Как решать проблему, не знает. Впрочем, как и руководитель администрации города. Но Сергей Середа гораздо спокойнее. Говорит, проблема должна решаться на уровне республики. А цены высокие вполне обоснованно. Они выкачивают со скважин. 160 метров воду насосами потребляют электроэнергию. Потом с Пушинского водозабора перекачивают в черту города. 15 километров опять идет потребление электроэнергии. Потом самотеком она уже поступает в город. Извезетем тариф дорогой. Проблема еще и в том, что однажды в состав города включили близлежащие поселки. Взяли на баланс дома несуществующих ныне колхозов и совхозов. Нагрузка на сеть увеличилась в разы. И на отдаленных улицах это заметили сразу. Субтитры создавал DimaTorzok